Хорошо, спасибо за представление. Хочу поблагодарить организационный комитет за приглашение присутствовать на столь престижной встрече в прекрасном городе, в Петербурге. В ближайшие 25 минут мне бы хотелось рассказать, как мы можем уложить исходы, используя неадекватную терапию. Последние 20 лет мы работаем над оптимизацией этих исходов для пациентов с колоректальным раком. Для начала, мы все знаем, что колоректальный рак – это большая проблема во всем мире. Каждый год примерно 1,8 млн человек получают этот рак, это примерно 100 человек умирает каждый час от этого вида рака. И мы видим, что, конечно, в Европе и в России существуют большие проблемы с точки зрения уровня заболеваемости и смертности. Это данные, полученные в ВОЗ. Таким образом, я буду говорить о том, следует ли нам прибегать к резекции, каким образом больше пациентов привлекать именно к резекции, и каким образом можно использовать и расширять мультидисциплинарный подход. Это очень важное исследование, которое было осуществлено примерно 10 лет тому назад в Великобритании. Это исходы для всех пациентов на протяжении трех лет. Пациенты, страдающие от колоректального рака. Здесь 114 тысяч пациентов. И вы видите, что как ожидалось, что общий уровень выживаемости примерно 50% для всех пациентов. Для стадии 4 на этот момент среди вот этих 50% с выживаемостью 5 лет всего 5% составляли они. С резекцией печени было 3000 пациентов. И вы видите, что даже на стадии 4, если происходит резекция, то тогда их уровень выживаемости такой же, как и на стадии 3. То есть такое есть косвенное доказательство, что резекция помогает спасать жизни. Много исследований было опубликовано во всем мире. Они посвящены исходам. И это очень интересное исследование в Нью-Йорке, в Memorial Survival. И у них тоже один из крупнейших центров в мире. И вы видите, что на пятилетнее выживание 50% можно достичь такой величины. И таким образом мы берем пациентов с метастазами и помогаем им практически излечиться. Так какие же факторы нужно учитывать, когда мы решаем вопросы резекции? И как можно предложить резекцию большему числу пациентов, если мы считаем, что это правильный подход? Мне хотелось бы использовать вот эту схему. Буду ее использовать на протяжении всей моей речи. Но это помогает нам принять решение. Мы в Ливерпуле говорим о трех компонентах принятия решения. Потому что есть технические компоненты. Как хирурги, мы, конечно, прежде всего на этом фокусируемся. Как нам устранить заболевание? Какие методы использовать? Какую часть печени мы оставим? Будем ли мы прибегать к многофазной резекции? Дальше. Функционально. Что такое резекция для нас? Каково будет качество? Каково сейчас качество печени? Конечно, многие наши пациенты уже прошли химиотерапию. Мы должны все эти факторы учитывать. Многие из наших пациентов – это люди пожилые или люди, которые имеют дополнительные заболевания и очень слабенькими являются. И, конечно, есть вопросы, связанные именно с онкологией. Мы должны оценить опухоль. Мы должны прогнозировать, что будет. И поэтому мы, очевидно, должны каким-то образом уменьшить опухоль, прежде чем будет резекция. Сначала о технических вопросах. Что мы, как хирурги, можем сделать для того, чтобы большее число пациентов подвергалось резекции? Мы должны подходить прагматически к резекции. Очень много различных определений есть технической резектабильности, так сказать. Это и значит, что мы можем абсолютно вылечить полностью заболевания печени. Но мы должны оставлять достаточную часть печени для того, чтобы пациент выжил. Это, наверное, 30% в здоровой печени. Если речь идет о циррозе, то тут, конечно, цифры будут иные. Но, конечно, если у пациента есть другие болезни экстрапатические, мы должны тоже думать о том, как их излечать, потому что, да, не допускать неизлечимых болезней еще где-то. На практике технической мы можем наших пациентов разбить на три группы. Тех, у кого резекция легко проходит, хорошие края, пограничная группа, где эндропатические моменты ясно совершенно видны. И группа неоперабельных пациентов. Поэтому, если будет резекция, какую же часть печени удалять? Я должен сказать, что в моей карьере хирурга мы сейчас видим большие изменения. Мы сейчас, конечно, проводим резекцию с сохранением паренхемы. Если бы 10-15 лет тому назад мы делали, так, наверное, гепотомия проводилась. Конечно, абляция может быть. Почему сейчас мы можем делать? Мы знаем, что большая часть наших пациентов восстановит свое здоровье. И если так, то тогда надо сохранить, конечно, левую печеночную вену. И если у нас будут новые всплески заболеваний у пациентов, то мы должны тогда это тоже учесть. Таким образом, сохранение паренхемы, удаление минимальной части печени, с сохранением венозной структуры – это, конечно, как раз обеспечение будущего пациента. И МИАС есть доказательства, что это не имеет такого большого значения на самом деле для исхода онкологического заболевания в целом. Мы говорим, что сохранение паренхемы при резекции дает такие же результаты, как анатомическое удаление. Но что у нас недостаточно печени, так сказать? Что мы можем сделать? Мы можем помочь печени вырасти. У нас есть очень важные моменты, связанные с эмболизацией портальной вены. И размер левой части, левой доли печени можно увидеть после подобного рода процедуры. Мы можем пойти дальше к гепатоктомии в два этапа. Первый этап – мы можем как бы в левой части расчищаем заболевание, если можно так сказать. Затем мы эмболизируем левопортальную вену. Затем 4-6 недель проходит, и возвращаемся к второму этапу. Классическая двухэтапная резекция. Вот еще один подход. Это снимки после эмболизации. Мы эмболизировали и правую печеночную вену. И здесь вы видите сегмент 4Б и рост. И расширение такого подхода называется АЛПС. И я сейчас немножко поговорю о деталях. Это сначала было связано с высоким уровнем смертности. И здесь показания были незначительными. На самом деле, европейская база данных по процедуре АЛПС, имеется и роль АЛПС в метастазах, не так значительно. И мы должны, конечно, думать о том, что уровень смертности по-прежнему остается очень высоких. Это надо помнить. Абляция. Абляция и хирургическое вмешательство. Можно использовать чрезкожную абляцию. И мы публикуем наши данные из Ливерпуля вместе с центрами другими. У нас пациенты со сложными заболеваниями, с двойными такими заболеваниями. Резекция в два этапа. А сейчас мы можем объединить абляцию и резекцию. И таким образом наш курс лечения превращается в одноэтапный курс. Таким образом мы предлагаем оперативное вмешательство тем, кто находится в пограничной группе. Вот пример такого воздуша. 37 лет женщина. Стадия 4 метаза. Она получила 4 курса химиотерапии. Это уже снимки после химиотерапии. Хорошая реакция. Но у нее, к сожалению, обувь распространяется и на левую печеночную вену. И видите, вот здесь располагаются все эти очаги. На самом деле классическая, неоперабельная опухоль. Но здесь у нас есть... Мы не используем микроволновые подходы для того, чтобы выйти на эти вены. Мы используем наноскальпель для того, чтобы добиться результата. И получаем в результате достаточно хорошую абляцию, а затем уже и резекцию. Вот это с технической точки зрения резекция. А теперь функциональные моменты. Колоректальный рак у пожилых людей. Если мы будем предложать им резекцию печени, наверное, мы должны делать это и для пожилых людей. Но как это делать? Надо получить, конечно, желаемые результаты и исходы для того, чтобы можно было дать им хороший прогноз, какие-то обещания. Должны эти исходы быть сравнимы с тем, что мы даем и молодым людям. Мы используем тестирование, проводим тестирование на то, выдержит ли сердечно-сосудистая система и пульмонарная система подобного рода вмешательства. Затем на основе этого мы проводим рандомизированные исследования для того, чтобы понять, как можно повлиять на состояние пациентов. В 34% мы думали об этом. Мы предлагали особую диету, особую программу упражнений физических для того, чтобы эти пациенты были в хорошей физической форме. И мы видим, что качество жизни этих пациентов в значительной степени улучшается. Кроме того, программа преабилитации для того, чтобы тоже создать хорошие условия. И на этой неделе, так и на следующей неделе, пациенты уже проходят лечение от рака. Далее онкологическая резекция. Мы должны понимать, что такое этот рак. Мы должны работать с нашими коллегами-онкологами для того, чтобы добиться наилучших результатов. Когда я начала учиться в 1995 году, тогда у нас очень мало было препаратов, которые можно было бы использовать для лечения этого рака. А вот теперь у нас вот такой список доступных препаратов. Список этот растет практически каждую неделю. У нас есть какие-то препараты для лечения регионерных опухолей. Еще один клинический случай, который я хотел бы представить. Это пациент 33 года. На биопсии выявлено наличие у пациента гена 1 дикого типа. Пациенту после трехмесячного курса фолфокса и цитоксимаба была выполнена двухстадийная гипотоктомия. Даже при наличии единичных солитарных опухолей. Эта ситуация не исключает наличие метастазов. Перед нами структуры печени, половины. И даже в случае, если у пациента крупная опухоль, тем не менее пациент может отвечать на лечение. Однако резекция в данном случае является более безопасной стратегией. Обратите внимание, остаток печени, зажим, половина. И при операции пациенту был установлен протез, патч из бычевого перикарда. Каким образом мы снижаем объем резекцируемой печеночной ткани? В Ливерпуле, в моем отделении, мы используем целый ряд исследований для стадирования пациента, в том числе ПЭД, техника ЧАП. Сканирование ПЭД дает противоречивые результаты, потому что узелковое заболевание не было обнаружено на КТ, а эта находка влияет очень наразительно на стратегию лечения. Для пациентов с РАС дикого типа мы, как правило, используем стратегию лечения, основанную на назначении ингибиторов рефер, рецептора эпидермального фактора роста. При положительном ответе на химиотерапию лечение протекает более успешно. Мы используем целый ряд биологических агентов, такие как антирефер. Реакция на терапию взаимосвязана с более низким объемом резекции. Это исследование, которое проводил мой старший коллега. В исследовании исследовалось применение цитоксимаба и воздействие результатов терапии на объем резекции. На основе этого исследования НАИС, Национальный институт здоровья и здравоохранения, сформировал рекомендации по применению цитоксимаба в качестве препарата первого ряда, первой линии для всех пациентов с метастатическим раком, и для пациентов, имеющих рас дикого типа. В том случае, как-то, если речь заходит о раке, правит бал биология, отбор пациентов – это король, отбор пациентов королева, технические подробности, технические аспекты, хирургических процедур – это принцы и принцессы данной королевской фамилии, которые зачастую пытаются воспротивиться решениям, которые принимают король и королева. Необходимо использовать прогностические факторы, которые позволяют нам принимать взвешенные решения о необходимости проведения резекции, объеме резекции. Мы рассмотрели, помимо традиционных методов анализа рисков, мы рассмотрели такой параметр, как статус по рас. Дикий ли – это ген или мутировавший. И данный метод был валидирован на материале международной когорты. Каким образом мы можем быть уверены, что мы правильно приняли решение в отношении резекции? Нам необходимо учитывать все перечисленные здесь факторы, но ни один врач по одиночке не сможет принять такое решение, поэтому решение должно приниматься коллегиально. У нас прекрасная мультидисциплинарная команда по лечению колоректального рака, и все наши случаи, все наши пациенты обсуждаются коллегиально, вне зависимости от места проживания пациентов. У нас есть и колоректальные хирурги, и клинические онкологи, и интервенционисты, врачи всех специальностей, представленные в этой мультидисциплинарной команде. Таким образом, необходимо сказать, что резекция печени при колоректальных метастазах ассоциирована с более длительной выживаемостью. Мы должны признать, что оценка резектабельности представляет собой крайне сложный процесс, процесс нестатичный, процесс динамический, потому что с течением времени пациенты могут войти в категорию резектабельных. И, разумеется, решение о резектабельности или нерезектабельности должно приниматься коллегиально в рамках многодисциплинарной и междисциплинарной бригады с учетом технических, функциональных и онкологических факторов. Мы должны помнить, что если мы осуществляем резекцию пациенту, необходимо внимательно наблюдать за реакцией пациента на лечение. И, конечно, каждый случай должен оцениваться междисциплинарной бригадой. Спасибо за внимание. Для меня было большим удовольствием представить мой доклад сегодня. У нас один вопрос. Мы можем задать один вопрос, пожалуйста. Я хотела бы спросить вас об МТД, междисциплинарной бригаде, какого различия между клиническим онкологом и медицинским онкологом? Медицинские онкологи используют хемотерапии, системные терапии. Мы называем онкологи радиации, мы называем онкологи клинические онкологи. У нас, как говорится, некоторые онкологи клинические онкологи дадут радиации и хемотерапии, так что это может быть в Европе, может быть в Украине-специфике. У вас вопрос? Да, на самом деле ответ был связан с тем, что разные термины употребляются в Великобритании и в Европе. Простите. Да. Вопрос касается увеличения объема печени. Насколько важно выполнение процедуры ЭЛПС по сравнению, например, с химмобилизацией одной из ветвей портальной вены? Хорошо. Вопрос касается в отношении увеличения объема печени при выполнении двухэтапных операций на печени. Ваше отношение к процедуре ЭЛПС. Насколько важен вот этот короткий промежуток времени, который позволяет вот эта процедура нарастить остаток печени, но при большем количестве осложнений послеоперационных, по сравнению, например, с символизацией или перевязкой одной из ветвей печеночной вены, портальной вены? И к чему ваше предпочтение? Спасибо за ответ. Спасибо за этот вопрос. Вопрос прекрасный. У меня такое ощущение, что ЭЛПС – это на самом-то деле случайная находка. В изначальной публикации была продемонстрирована очень высокая заболеваемость и смертность, практически 15% в популяции пациентов. И мне кажется, мы получаем очень хорошие результаты, используя традиционную двухстатейную резекцию и комбинацию резекции и абляции, представляющие собой сопоставимое по эффективности лечения. Мне кажется, что ЭЛПС имеет очень ограниченное применение, очень ограниченную полезность при данном диагнозе. Рутина мы эту методологию не применяем. И быстрое увеличение остаточного объема печени при ЭЛПС является незначимым для функционального улучшения состояния пациента. У нас мы моделируем, мы проводим исследования данной методологии на мышиной модели, и любой хирург, который рассматривает данную возможность, должен рассмотреть и другие возможности методики, потому что данный метод ассоциирован с очень высокой смертностью. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok